КОРЕННЫМ ЖИТЕЛЕМ СЕВЕРА КОРЕННЫМ ЖИТЕЛЕМ СЕВЕРА Росрыболовство не вправе удовлетворить заявки на выдачу решений для представителей КМНС, которые проживают в Магадане. К числу ограничений относится и национальность. Заявки на осуществление рыболовства представители КМНС подали в прошлом году по старым правилам. Росрыболовство взяло в рассмотрение все заявки, которые были поданы. Но решение по ним организация примет уже по новым правилам. Этот вопрос обсуждался на совете при губернаторе Магаданской области. Сергей Носов дал поручение этот вопрос проработать и рассмотреть возможность инициирования, внесения в федеральное законодательство необходимых изменений. По нашим подсчетам лишены права на ведение традиционной хозяйственной деятельности в Магаданской области. Будут это порядка 43-45% всего аборигенного населения Магаданской области. То есть почти половина. Очень обеспокоены этим действием федеральных органов власти. Вместе с тем до вступления в силу этого нормативного права акта, этих нормативных права актов, мы уведомили губернатора Магаданской области об этой ситуации. Уведомили председателя Магаданской областной думы Сергея Васильевича Абрамова. Значит, уведомили мы, поставили известность и уже соответствующее обращение подготовили и направили в адрес члена Совета Федерации президента Российской Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. По мнению представителей КМНС, Магаданской области необходимо срочно вносить изменения в федеральное законодательство, разработать новое постановление правительства России, регламентирующее четкое соблюдение прав и гарантий малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Активисты коренных народов находятся в тесном взаимодействии с правительством Колымы, правоохранительными органами, департаментом рыбного хозяйства и управлением Росрыболовства по Магаданской области. Уже вырабатываются меры, направленные на разрешение сложившейся ситуации. 660 тысяч рублей незаконно получил исполняющий обязанности генерального директора некоммерческой организации Фонд капитального ремонта Магаданской области. Преступление произошло 16 ноября 2020 года. Сотрудник получил деньги от представителя двух обществ с ограниченной ответственностью в качестве коммерческого подкупа. В интересах этих предприятий он должен был совершить действия, которые входят в его служебные полномочия. При передаче незаконного вознаграждения обвиняемый был задержан с поличными сотрудниками УФСБ России по Магаданской области. В ходе расследования уголовного отдела мужчина полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. Расследование по этому делу на данный момент завершено, отмечают сотрудники полиции. Его передали в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Далее специалисты направят дело в суд для рассмотрения по существу. Здравствуйте, товарищи курсанты! Здравия желаю, товарищи! Несколько юных курсантов Центра дополнительного образования «Подвиг» сегодня были торжественно награждены дипломами за участие в конкурсе чтецов у вечного огня. Конкурс проходил в дистанционном формате. Юные ученики Центра даже во время карантинных ограничений активно принимали участие в различных конкурсах и мероприятиях. Вечерний Магадан посетил Центр «Подвиг» и застал построение и занятие курсантов. Конкурсы у нас проводятся ежедневно, еженедельно. То есть мы стараемся участвовать по возможности в большинстве тех конкурсов, которые предлагаются для участия. То есть это и всероссийские, и городские, и областные конкурсы, различные творческие, спортивные какие-то соревнования. То есть вот недавно наши ребята ездили в поселок Артукан для участия в соревнованиях имени, посвященном Попенченко. Привезли оттуда шесть первых мест, то есть всего у нас 18 человек выезжало, и все приехали с заслуженными наградами. То есть это первые, вторые, третьи места. Курсанты «Подвига» приняли участие в 30-м областном турнире по боксу среди детей в памяти колымского писателя Виктора Вяткина, посвященного 76-летию победы в Великой Отечественной войне. Общее количество спортсменов составило 115 человек из девяти команд. Соревнования прошли в поселке Артукан. Один из самых младших воспитанников Центра «Подвиг» занял второе место. Даниил занимается боксом на базе Центра всего второй год. Ну вообще поездка мне понравилась, второе место завоевал, и большое спасибо «Подвигу» за то, что взял меня на эти соревнования. По словам директора Центра «Подвиг», курсантами могут стать юноши в возрасте от 8 лет. Центр направлен на военно-патриотическую и физическую подготовку, которая пригодится для поступления на службу или в учебные заведения военной направленности. В основе занятий лежат две программы дополнительного образования – «Допризывная подготовка» и «Будущее России». Также курсантам основных образовательных курсов доступны шесть дополнительных секций. Все курсанты изучают уставы, огневую и строевую подготовку, химико-биологическую защиту и многое другое. Большинство выпускников является гордостью Центра «Подвиг». Юноши успешно поступают в военные вузы, имеют отличительные награды и даже занимают высокопоставленные должности. Кроме занятий военных дисциплин, у детей формируются основополагающие черты мужского характера и соответствующие навыки. Основной замысел простой – это воспитание из наших юных курсантов, не просто людей, а отличных мужчин, готовых защищать свою родину, готовых идти по непростой дороге патриота. Центр «Подвиг» закрепил за собой статус флагмана по патриотическому воспитанию в Магаданской области, поэтому, когда большинство родителей отдаются до детей, они на 100% уверены, что дети попали в нужные руки. Образованию и дополнительному образованию детей в столице Колымы уделено особое внимание. Центры дополнительного образования оснащены всем необходимым для выполнения образовательных программ. В центре «Подвиг» оборудованы залы для тренировок по стрельбам и занятия по боксу. Единственным ограничением в наборе курсантов является размер помещений для занятий, поэтому ученики распределяются по группам, проводят тренировки по очереди. На данный момент в центре идет подготовка к ближайшим соревнованиям «Молодая гвардия» и конкурс «Наследники победы». Для повышения качества подготовки курсантов центру требуется стационарная полоса препятствий. Она существовала неподалеку от подвига на берегу реки Магаданки, но во время наводнения в 2014 году ее смыло. Теперь курсанты проводят тренировки в помещении на базе уже имеющегося вспомогательного инвентаря. В Магаданском театре ставят спектакль «Баби-бунт». Это музыкальная комедия по мотивам рассказа Михаила Шолохова. По сюжету казаки отстаивают право сильного пола держать слабый в повиновении. Ставят спектакль в рамках проекта «Единой России. Культура малой родины». Как рассказал режиссер Денис Радченко, это очень добрая, душевная и лиричная комедия. «Спектакль о любви, о том, как люди, несмотря на то, что бы с ними не происходило, как бы они не ругались, если они любят действительно друг друга, то они преодолеют все. Поэтому, наверное, это сейчас в наше время очень актуально, чем рассказывать о чем-то более другом в наш век». Денис Радченко отметил, что каждый режиссер спектакль старается привнести что-то свое. В этой постановке ни текст, ни музыкальные номера менять не будут. Все останется прежним. Однако на вопрос, почему люди могут ругаться, если любят друг друга, артисты будут давать свой ответ. Работа над спектаклем активно идет. Дату премьеры пока не назначили. Работа над спектаклем активно идет.